Здравствуйте, уважаемые друзья! Давно я изготавливал уже вот такие нимфочки, которые напоминают нам с вами опарыша. Величина его, ну вот допустим, чтобы вы их соизмерили со спичкой, где-то порядка в районе 10 мм. Изготавливать можно практически любых оттенков и расцветок. Я хочу с вами сейчас поделиться методом, может вам пригодится, а вы уже потом будете для себя развивать, как вам будет удобно. Но скажу сразу, приманка сама по себе неблагодарная. Давайте начнем, и я буду вам рассказывать. Я взял крючок, который Тимка 200Р, или же можно использовать крючки фирмы, как я использую Страйк. Вот они. Вот так упаковочка выглядит. Но взял крючок номер 14, с расчетом того, что мне необходимо не забирать здесь загиб и выбрать так, чтобы моя личинка соответствовала своему предназначению, величине. Значит, в чем она неблагодарная? Или сразу ловит, или не ловит вообще. То есть, практически проверялась на многих водоемах в нашей юго-восточной части Украины. И были вот такие результаты. Но я сейчас изготовлю вариант, который я изготавливал несколько позднее. Он более привлекательный, и исходя из этого, у него более лучше идут поклевки и его результативность. Что нам необходимо? Огрузили немножечко свинцом. Огружать будете сами по величине своего тела. Нет свинца, можно огрузить проволокой. То есть, так как я изготавливал его в самом начале, очень-очень простой, обыкновенный вариант, который изготавливается за считанные минуты. Но сейчас мы немножечко усложним. Я беру вот такую леску. Леска эта флюоресцентная, с зеленым оттенком. Поэтому закрепим ее сверху, толщину подберете для себя сами. Сильно не наматываем, для того, чтобы нам можно было сформировать нормально тело. Нитка белая. Теперь я здесь же закреплю, если у вас имеется вот такой люрекс, это голографический, но чтобы был не прозрачный, а отливал каким-либо другим оттенком. Красным или же, допустим, фиолетовым, но не прозрачный. Для того, чтобы можно было нам с вами сделать хорошо ребрышки, которые существуют в натуральную величину на нашем опарыши. Теперь я взял, отрезал вот такую, как вы видите, немножко и неровную, но это не имеет значения. Но достаточно широкую полоску резинки, которая у нас находится в наших медицинских перчатках. Обыкновенные медицинские перчатки белого цвета. Если у вас имеется вот такой материал, пробуйте, но скажу вам сразу, что этот материал, что этот материал служит недолго. Вот я вам показывал перед этим личинку. Значит, этот опарыш у меня прослужил так, чтобы вас не обмануть, уже 4 года. То есть, практически все сезоны и был неоднократно в поклевках. Мне пришлось его, как говорится, дополнительно еще немножко вскрыть лаком, для того, чтобы моя мушка имела какую-то крепость. Закрепили все буквально материалы, которые нам необходимы. И теперь, что самое главное, мы должны вот нашу резиночку сложить вдвое. Для того, чтобы при намотке мы могли выполнять как ребро. Так как она у нас тонкая, и работать будет немножечко неудобно. Придется проматывать неоднократно по одному и тому же месту. Теперь подравниваем все вот так края. Следим за тем, чтобы не забрать лишнее у нашего загиба. По возможности, если есть у вас возможность, можно спокойненько промотать мелким-мелким даббингом. Ну, это при условии, если у вас, допустим, нет такого свинца, и вы выполняли обмотку проволокой. То есть, будьте подбирать по толщине своей личинки. Дошли до колечка, и здесь сделаем завершающий узел. И отрежем нить, чтобы нам она не мешала. Клей и всевозможные добавки, которые укрепляют нашу нимфу, желательно не использовать, так как у нас выйдет совсем нехорошая конструкция, за счет того, что эта резина начнет потом разлазиться. И теперь сложили вот так пополам. Она у нас, если вот так брать в натяжку, она у нас как раз пополам и складывается. И аккуратно, начиная от самого загиба, начинаем с равным шагом выполнять обмотку нашего тела. И не доходим пару миллиметров до нашего колечка. Подготовили тело. Я сразу поставил черную нить, так как головка у нас будет черная. И теперь нам необходимо с вами сперва леской, а потом нашим люрексом произвести сегментацию нашего опарыша. Поставим крючок в удобное положение, зафиксируем, чтобы было удобно. И начинаем выполнять обмотку. Если, допустим, у вас по каким-либо причинам нет этих материалов, можно оставить уже в этом варианте. Он спокойно будет служить. 10 поклевок, это гарантированно. Аккуратненько продавливаем, сильно не усердствуем. Ровно столько, сколько позволяет нам сама резинка. Возвращаем теперь колечку. Учитывая то, что здесь мы не можем сильно наматывать, выполним вот такой небольшой оборот. И теперь закрепим нашу леску. Остатки удалим. Закрепили, отрезали остатки. И теперь опять выполним ту же самую операцию, что с леской, с нашим люрексом. Стараемся положить рядышком, чтобы было более симпатичным наше тело. выберем определенный шаг, так, чтобы он у нас совпадал с нашей леской. Большое, сильное, частое количество оборотов нежелательно, так как, если вы помните, опарыша у него нет. Считайте, как у бакоплава, такая же членистость. Вот так обмотали. Доходим теперь до нашей головки. Здесь закрепим наш с вами люрекс. Сделаем завершающий узел, сформируем головку. Вот и все. Сделали завершающий узел, капнули немножечко лака на головку. Если есть необходимость, пожалуйста, можно подкрасить разными, вот, перманентными, такими фломастерами. Или же используя спиртовые фломастеры других производителей, как у меня. И вот имеются вот такие фломастеры. то есть оттенок вы можете для себя изготовить разный. Повторю, немножко неблагодарная приманка. Или работает, или не работает. То есть два варианта. Поэтому пробуйте, экспериментируйте. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.